День Победы 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 ежегодно. Этот миллион, приблизительно миллион рублей, идет на помощь ветеранам, нуждающимся ветеранам. Однозначно, этот миллион, все средства, которые поступают в марафон победы, до единой копеечки распределяются и целевым назначением идут исключительно ветеранам и на организацию патриотических мероприятий. Потому что положение о проведении марафона, оно нам сегодня позволяет оказать помощь и провести мероприятие патриотической направленности. Но я вам еще раз говорю, львиная доля вот этих средств, она однозначно идет ветеранам. И не только нуждающимся, мы пытаемся перед Днем Победы оказать максимум внимания каждому ветерану, проживающему в городе Артеме. И поэтому каждый ветеран перед Днем Победы получает из этого марафона подарок в виде денежного, материального... Это же не помощь какая-то. Вот я как раз хотел спросить Дмилу Ивановну, а что входит в эту материальную помощь? Тысяча рублей. Тысяча рублей. В том году и в позапрошлом мы оказывали нашим дорогим ветеранам. Ну вы как-то делите... Коробка конфет. А, еще и коробка конфет. Коробка конфет. Вы как-то делите ветераны, труженики тыла, участники боевых действий, вдовы? Не делим. В смысле подарки, когда раздаем, то раздаем всем одинаковые подарки. Когда деньги поступают, и совет фонда собирается, и коллегиально решает, какую сумму сегодня мы можем оказать тому или иному ветерану, или как будем организовывать поздравления. Конечно, мы исходим из расчета той суммы, которая поступила в фонд. Если денег сегодня поступило немного, а ветеранов вот 500, да, поэтому нужно не обделить вниманием всех, поэтому сумма выходит вот по тысяче рублей. Уже несколько лет подряд мы отошли от того разделения, что, допустим, участникам войны чуть больше мы даем, а труженикам тыла и вдовам меньше. Поэтому вот уже несколько лет, как Людмила Ивановна сказала, сумма выплаты ко Дню Победы, как знак благодарности от жителей города, это вот в этом году будет тысяча рублей, коробка конфет и, конечно же, поздравительная открытка. Принимают участие в этом организации, предприятии, физические лица, ИП. Поэтому, ну, каждый там по возможности вкладывает ту или иную сумму денег. Есть и 30 тысяч, есть 20 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, 150 рублей, 500 рублей, 10 тысяч. То есть, любой желающий может внести свою маленькую толику. Поэтому мы никого не заставляем, не принуждаем. Все деньги, которые сегодня поступают на счет благотворительного марафона, фонд соцподдержки, они, конечно же, все переданы от души. И это люди, которые доверяют сегодня фонду и понимают, что каждая копейка, которую они передали ветеранам, именно дойдет до ветеранам. Помимо благотворительных взносов ведь и проводятся всевозможные акции и концерты? Большая часть денег попадает на фонд, в копилку марафона, именно за счет проведения благотворительного концерта, который организует управление образования администрации округа. Уже в 11-й раз в этом году прошел концерт «Солдатам Победы с благодарностью». И в этом году как раз на концерте присутствовали не только образовательные учреждения, школьники, еще и были депутаты, которые также несли свой вклад. И на концерте, кстати, собралось более 300... 347 тысяч, 343 рубля. А кто вносил эти деньги? Те, которые люди присутствовали на этом концерте. Я видела, и дети бросали денежки тоже в эту копилочку. Ну и были приглашены участники нашей Великой Отечественной войны, были труженики, вдовы, они тоже подходили и бросали денежки. Согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, но мне кажется, что все то, что мы делаем в рамках марафона «Солдатам Победы с благодарностью», мы делаем не только для ветеранов, и для них в первую очередь, но и для нашей молодежи. Правильно. Вот здесь есть элемент патриотического воспитания. Совершенно верно. А как наша молодежь относится к подобным акциям? Что они со своей стороны предпринимают для того, чтобы сохранить память о ветеранах, память о Великой Отечественной войне? В каждой семье дети знают, что такое война, что такое День Победы, что есть ветераны, что их осталось мало совсем, что им нужна помощь как материально-физическая, как мы сейчас говорили, так и моральная просто. Конечно, дети этим всем проникаются, но я могу сказать, что в большинстве случаев, когда приходят в гости ветераны или дети к ним приходят в гости, тоже такие акции существуют, поздравляют, открытки приносят, цветы, какие-то подарки. Когда происходят эти беседы, чаще всего ветераны рассказывают не что-то грустное, трагическое, конечно, это все есть у них в памяти. Рассказывают они в основном какие-то позитивные истории. Самые простые человеческие отношения, это и есть та память, которая откладывается в умах и головах подрастающего поколения. Молодежь очень активно принимает участие во всех патриотических акциях, которые мы проводим. Совсем недавно прошла гражданско-патриотическая акция «Память» по приведению в порядок памятников и мест, прилегающих к памятникам, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны. И мы видели, что наряду с молодежью там работали ветераны, трудящиеся, вот это вот сплочение, объединение. Помимо того, что они еще работали, мы им напомнили, в каком месте они сегодня работают, что это за памятное место, сколько артемовцев уходило на войну, сколько не вернулось. Поэтому все молодежь, она очень активно поддерживает эти акции. Более того, молодежь как раз-таки и будет тем переходником, который будет передавать историю в правильном виде, в правильном настрое от одного поколения к другому. На сегодняшний день у нас еще есть один очень важный проект, который мы хотим попробовать включить до Дня Победы. Это проведение лекций на территориях школ. Нашими ребятами будут проводиться, мы будем приглашать туда ветеранов. Также, если все замечательно получится, мы хотим попробовать к следующему году, тоже к Дню Победы, попробовать провести реконструкцию одной из битв на территории, где у нас проходит Зарница на данный момент. И мы хотим устроить показ фильмов, именно связанными с Великой Отечественной войной, и пригласить туда как и школьников, так и ветеранов. Если говорить не о городской организации, а краевой, проходит акция, называется «Наша победа». Мы привлекаем школьников к участию в этой акции. Они предоставляют свои песни, стихотворения, либо собственные сочинения, либо уже которые есть, и различные рисунки. Проходит это все по всему краю, заявки есть, в том числе и с нашего города. То есть молодежь помнит, молодежь ценит. Это вы сейчас говорите о единовременных акциях, которые проводятся в рамках подготовки к праздновению Дня Победы. А ведь память, она такая штука, она постоянно действующая штука. Это забота ветерана. Она может проявляться не только весной, но и зимой, летом, осенью и так далее. Только может. Она должна проявляться. Должна. Совершенно верно. Ежедневно. И тем более мы понимаем, что время движется вперед, и ветераны наши не молодеют, а только уходят из жизни. И у нас как раз у молодого поколения есть как раз возможность своими действиями сказать еще, выразить им слова благодарности тем ветеранам, которые еще сегодня живут. И сказать им еще раз спасибо за то, что мы живем сегодня, имеем возможность работать, учиться, строить, лечить, расти детей и так далее. Поэтому у каждого есть такая вот возможность именно своими делами в течение всего года. Вы правы. Но просто 9 мая все эти акции, они более, наверное, активизируются. И поэтому кажется, что вот заботу о ветеранах проявляют только 9 мая. Ну, я вот могу добавить по поводу ежегодных, да, каких-то акций, которые помогают ветеранов. У нас учреждение в профобразовании, где парикмахерское дело преподается. Это Артемовский колледж сервиса и дизайна, ну, и тоже Приморский строительный колледж присоединяется по возможности, проходят акции, бесплатное предоставление парикмахерских услуг. Это в течение года происходит. Мы с вами поговорили о материальной помощи ветеранам. А теперь давайте поговорим о моральной поддержке. Спрашивайте, Александр Иванович, готовы мы или нет. Мы, наверное, готовы, но не всегда получается. То, что вы готовы, я знаю. А готовы ли родственники? За каждую семью сложно сказать. Ну, конечно, им необходимо ветеранам это внимание. Для этого у нас есть и такие, вот, как я говорила, молодежные акции. Просто даже поговорить всегда, это приятно. Поговорить за кружкой чая, да, провести какие-то беседы на отдаленные темы, потому что старшему поколению тоже интересно, что молодежь нового может рассказать. Не только рассказать про себя, про свою жизнь, что человек прошел, но и как молодежь к этому относится, какие планы строит, какие профессии сейчас выбирают. Им интересно просто такие диалоги вести. А детям, если это вот такие акции проходят с поздравлением ветеранов, адресные, да, когда приходят домой, детям тоже интересно. Я думаю, можно будет ходить просто к ветеранам и общаться именно с ними, попробовать как-то оказать им моральную поддержку. не только вот именно в течение весенних вот этих вот майских праздников, а в течение всего года. То есть выборочно составить как небольшой список, либо на день рождения к ним ходить совместно с администрацией, либо уже как-то отдельно. Многие организации накануне 9 мая, конечно же, предлагают какие-то свои программы. Например, есть один парк в пригороде Владивостока, который готов принять сегодня ветеранов, показать им свою территорию, провести концерт для них и так далее. Сегодня, чтобы собрать тружеников тыла, вдов, участников войны, даже для поездки, участников войны, нужно посмотреть, какое у него состояние здоровья, сможет он пребывать в этом парке или не сможет. Поэтому Совет Ветеранов взял на себя такую ответственность. Они в течение года посещают ветеранов, но накануне 9 мая они более внимательно как раз посещали ветеранов и смотрели их состояние здоровья, их потребности. Что касается родственников, конечно же, в большинстве своем, вот в большинстве в городе Артеме родственники очень хорошие у наших ветеранов. Они и бережно сохраняют ту историю, те традиции, те архивы, которые сегодня имеются в семьях. Вот когда приходишь к ветеранам, они это все бережно показывают, рассказывают. Ну, конечно, есть разные, все семьи разные. Есть такие родственники, которые считают, что кто-то должен и обязан. И даже несмотря на то, что есть внуки, и дети, понятно, что уже в основном пенсионеры, но есть внуки трудоспособного возраста, правнуки, которые думают, что должны кто-то прийти, другие дети, другие студенты, и что-то оказать, какую-то помощь. Поэтому, ну, работаем мы с такими семьями и говорим родственникам, что вы тоже можете вместе, совместно с нами. Мы не против, потому что мы все, каждый, в неоплатном долгу перед ветеранами за то, что они нам сделали, для нас сделали, за то, что есть сегодня мирное небо, за то, что мы живем. Но в любом случае родственники, конечно, мы в первую очередь родственники обязаны следить за своими родителями, дедушками, бабушками, прабабушками, и оказывать им максимум морального внимания. Людмила Ивановна, вы же помните, как мы вместе с вами ходили, приходили к ветеранам. Помню. Ходили к блокадникам, труженикам тыла. Это долг наш перед нашими дорогими золотыми ветеранами, которым сегодня под 90, за 90, 95 и более старше 98 и 100 лет. Он такой был довольный, такой был счастлив, он не знал, куда нас посадить и чем нас угостить. Я говорю, ничего нам не надо, мы пришли вас проведать, навестить. Я так рад, я так благодарен вам. Конечно, это надо делать, надо практиковать, потому что, как Наталья Серафимовна сказала, что их уже с каждым днем все меньше и меньше остается. Но тем не менее, надо их окружить вниманием, заботой наших ветеранов, помочь, в чем они нуждаются. Ну а помочь им лекарства, что сегодня лекарство очень дорогое. Лекарства просят. На зубопротезирование просят. Значит, просят, там холодильник подломался, на ремонт холодильника, ремонт стиральной машинки. Где-то кому-то крыльцо, если кто живет в частном секторе, кому-то надо крыльцо отремонтировать, кому-то надо побелить, кому-то надо покрасить, кому-то надо огород скопать. Вот такие у них просьбы, но они, конечно, не там, если по возможности, как они, если можно, то помогите. Поэтому мы, конечно, не оставляем без внимания никого. Мы стараемся или волонтеров подключить под ту же копку огорода. Там даже может что-то и помочь посадить. Перенести дрова или там поколоть дрова. Уголь там закидать в угольный ящик. Вот с такими вопросами обращаются к нам. Поэтому мы по возможности стараемся все это оказывать. Есть организации, учреждения в нашем городе, которые звонят и просят предоставить каких-то ветеранов кандидатуры, которым они могли бы адресно оказать помощь самостоятельно. И даже такую помощь, как доставить его 9 мая на торжественное шествие, которое проходит в центре города. Для того, чтобы как раз можно было бы этому ветерану и встретить, может быть, своих сослуживцев, знакомых, пообщаться. То есть это тоже неоценимый вклад и большая помощь со стороны организации, которая взялась за такое дело. Не просто материально оказать какую-то помощь, а именно своим участием приехать за ним 9 мая, привезти его на площадь, потом отвезти его домой. То есть это тоже дорогого стоит. Поэтому мы принимаем от граждан наших любую помощь, на что они готовы. А мне кажется, любая встреча с ветераном, с тружеником тыла – это большой подарок нам с вами. Правильно. Согласна. Ведь когда приходишь к ветерану и слушаешь его рассказ, ты начинаешь представлять, через что люди прошли. Мы с вами просто должны гордиться тем, что мы живем рядом с такими людьми. Это была программа «Вас это касается». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!